всем привет всем привет у нас сегодня опять рассуждательное видео но скорее все будет покороче чем предыдущая и тема здесь будет затронута не такая интересная и практичная будем рассуждать на тему того как нам вообще учиться пользоваться движком нашим любимым unity где брать информацию и как вообще жить в мире в этом жестоком и бренном давайте начинать итак получилась такая ситуация что на днях мне захотелось реализовать управление персонажем и управление камерой в игре по принципу изометрических рпг ну либо ртс по типу там старых варкрафтов первых фоллаутов дивинити пилорсов и тернити и так далее то есть вот да у нас камера в три четверти и соответственно весь игровой мир представляется именно в таком ключе и я подумал что ну должно же быть готовое решение это распространенная механика не может быть чтобы ее не было я начал гуглить я начал гуглить и я нагуглил столько просто несусветной дичи вот реально дурно просто стало от того что вообще попадалось мне на глаза и я задумался на тему где вообще нужно брать информацию лучше всего если ты не знаешь как что-то сделать и кстати если вдруг вам интересно по поводу той самой изометрической камеры и того как я ее реализовал то пишите в комментариях если наберется хотя бы там человек пять которые хотят такое видео то я обязательно его сниму там в принципе есть интересное решение есть о чем рассказать хотя и не сказать что там что-то прям сверхъестественное но тем не менее я задумался где брать информацию для того чтобы изучать предмет первая мысль официальная документация прекрасная замечательная официальная документация с поддержкой версионности местами даже переведенная на несколько языков все здорово но мне захотелось программным образом изменять параметр depth of field то есть глубина резкости чтобы в зависимости от изменения зума у меня размытие менялось чтобы фокусе всегда оставался предмет на который смотрит камера задача тривиальнейшим но так как я использую всегда самую последнюю версию движка я столкнулся с такой проблемой что команда unity изменила api работы с постпроцессингом они изменили весь постпроцессинг к фигам он теперь работает иначе и даже та документация которая подходила то есть по 2018 версию по 2019 не подходит от слова вообще именно что касается постпроцессинг такая вещь как depth of field она вообще в документации не отражена как будто ее не существует в результате пришлось решать проблему самому я ее решил это все мелочи но глубоко задумался что по факту у нас нет места где можно брать информацию вот прям такого центрального конкретного я могу назвать 33 стандартных места где лучше всего искать информацию первое это конечно официальная документация как ни крути даже если там нет каких-то моментов сейчас они добавятся потом скорее всего и документация достаточно полная второй момент это форумы форумы вещь конечно хорошая но уж очень там непрактичный народе сидит чаще всего как токсичный можно сказать то есть когда вы приходите задаете вопрос вам говорят и говна реди гугли это каждому школьнику известно да но тем не менее на форумах можно найти полезную информацию особенно если вопрос не тривиальный потому что зачастую когда вы задаетесь каким-то сложным вопросом находятся те кто шарит может быть больше вас а может быть шарит и меньше но у них конкретно в данной области знаний побольше и вместе находятся решения потому что людям тоже интересно решать сложные задачи это полезно и третий ресурс это сервисы по типу вопрос ответ самый известный из них это стек оверфлоу в русскоязычном сегменте и я лично ну как бы для себя для себя открыл именно тостер с недавнего времени переименованный в какую-то лабуду но в общем это дочерний северс дочерний сервис от хабра по принципу тоже вопрос ответ и там все-таки аудитория сидит более лояльная что ли но суть в том что вы получаете результат с гораздо большей вероятностью тот который хотите и возможно вы заметили что в этом списке нет ютуба я пришел к выводу что youtube с точки зрения образовательных целей по крайней мере в той области которые занимаемся мы с вами а именно играстрой и именно юнити я не знаю может быть с другими движками ситуация обстоит иначе но youtube это клоака и делать там нехер и наверное достаточно цинично с моей стороны говорить об этом потому что мы сейчас с вами находимся на ютубе и я вел образовательный контент по юнити но все это лабуда потому что вот реально если вбить в поиске какую-нибудь задачу которая вас интересует и попытаться посмотреть хотя бы первые пять видео которые предложат youtube то хочется запить в лучшем случае в худшем случае вообще бросить программирование поэтому я начал размышлять где брать информацию и я придумал я придумал и это бесполезно данное видео не несет какой-то конкретной цели что вот вы сейчас посмотрите это видео и будете знать где вот то самое эльдорадо где хранится все знания мира это эльдорадо называется интернет и там и так уже хранятся все знания мира нужно уметь искать но чтобы централизовано чтобы действительно просто зашел и нашел ответ так к сожалению нет я задумался пришел к виду что идеальным вариантом была бы сводная энциклопедия по принципу википедии но в формате именно программной документации то есть вот представьте себе если взять сейчас документацию unity вот как она есть выкинуть оттуда примерно половину примеров которые предлагают сами создатели движка потому что там зачастую тоже та еще дичь написано ну то есть не дичь конечно это не дичь это все работает это даже не противоречит местами здравому смыслу но если пользоваться такими кусками кода который предлагает официальная документация в качестве примеров зачастую можно наворотить срань какую-то а не нормальный проект так вот взять эту документацию заменить примеры кода там на что-то более вменяемое и опять таки сделать мультиязычность и выкатить в народ как по мне это был бы идеальный вариант и опять таки с точки зрения сводной энциклопедии по принципу википедии значит править страницы может любой желающий но подтверждать эти правки должны какие-то гуру с высоким рейтингом в принципе было бы идеально и опять таки в идеальном мире наверное так и должно быть но знаете я какое-то время назад состоял в команде переводчиков которые занимались официальным переводом документации unity на русский но это было достаточно давно еще во времена четвертой версии unity но там просто была такая тема что команда unity поощряла тех кто достаточно много переводит если ты в течение там определенного периода времени перевел достаточное количество страниц на тебе выдавалась бесплатная лицензия на про версию движка поэтому то туда в принципе люди шли и к тому моменту как я туда пришел команда была небольшой может быть человек 30 до наверное где так но проблема была в том что 30 человек достаточно много для того чтобы просто писать документы и ни хрена не двигалась никто ни черта не делал и если даже представить себе что вот если у меня есть свободное время я возьму и напишу движок для вот этой самой сводной энциклопедии в виде документации там прям все будет классно все будет круто это все равно не получится сделать потому что люди ленивые они хотят получить все готовое никто не будет ничего делать сам никто не будет писать эту документацию поэтому к сожалению к сожалению идеального места где брать ответы на вопросы не существует и тут мы подходим к тому что все видео которое вы посмотрели бесполезно зачем я вообще его записал я не знаю я просто хотел пообщаться с вами и узнать у вас что вы думаете по этому поводу где вы ищете информацию если ее вам не хватает и что вы думаете поводу того как вообще должен происходить поиск этой информации книги кстати тоже классная вещь книги но устаревают очень быстро бумажное издание не успевают за новыми версиями за новыми тенденциями поэтому не получается пользоваться книгами для того чтобы пользоваться последними версиями движка например так что пока кроме официальной документации и токсичных форумов у нас с вами ничего нет пишите в комментариях пишите здесь пишите группе вконтакте что вы думаете по этому поводу реально очень интересно почитать будет а еще информация для тех кто дожил до конца видео и до сих пор его не выключил почему-то смотрите я не то чтобы планирую почаще выпускать видео хотелось бы скажем так хотелось бы но у меня есть определенный кризис идей я привык к тому что я трачу все свои созидательные мысли на создание чего-то чаще всего это придумывание новых алгоритмов механик и прочего а на создание видео это тоже творчество это творчество и хлепать его просто как конвейер нет никакого смысла нужны идеи нужны идеи идеи должны быть интересными потому что скучные идеи не привлекут зрителей а тех кого и привлекут так и те выключат и скажут давно какое-то правильно поэтому это должно быть интересно как вам так и мне когда-то давно на каком-то канале на ю тубе я вот сейчас даже не вспомню но это точно был канал по unity когда я еще пытался научиться им пользоваться у человека был классный проект назывался мир project или как-то так ну в общем группа говоря проект зеркало он находил какую-то интересную механику в какой-то игре и потом фигачил ее посредством unity повторял и мне показалось что это очень классная идея я за ней следил до тех пор пока она не сдувать она сдувать полу на втором выпуске но суть в том что это было бы достаточно интересно поэтому я предлагаю вам такой своего рода интерактивчик в группе вконтакте комментариях под этим выпуском вот под этим самым выпуском напишите какую механику вы хотели бы видеть реализованы именно средствами движка unity почитайте комментарии других участников и лайкайте их соответственно чтобы не дублировать а так проще кто-то написал один остальные прочитали лайкнули если есть дополнение то в ответах к этому комментарию пишите дополнение чтобы еще ну то есть чтобы более плотная картина была я почитаю посмотрю насколько вообще тема востребована и соответственно если ну у вас действительно есть спрос то я с удовольствием поснимаю видео на этот счет потому что мне нравится реализовывать новые механики мне нравится решать сложные задачи и почему бы не поделиться этим с вами если вам это тоже интересно на этом все спасибо за просмотр ну все как обычно там подписываемся ставим лайк и в описании к видео будет хреново туча ссылок на который можно подписаться там все варят подписывайтесь на меня здесь подписывайтесь на нашу группу вконтакте подписывайтесь на меня в инстаграме я не знаю зачем но я же зачем-то его виду правильно так что подписываемся в инстаграме подписываемся на канал моей группы если вдруг кто не в курсе я не просто так вот с этой вот фигней хожу я еще рычу иногда микрофон всем спасибо за просмотр всегда приятно иметь с вами дело всем пока глупое слово как завещал бродвей токсичный